В этот день 29 апреля родились Василий Татищев, государственный деятель, основатель городов Екатеринбурга и Тольятти, один из первых ученых-историков России. Александр II, освободитель, российский император, отменивший крепостное право. В этот день 29 апреля 1863 года законодательно были частично отменены телесные наказания в России. Первое наступление на телесные наказания повела императрица Екатерина II. В основанных ею воспитательных учреждениях запрещались телесные наказания учеников и служителей, дабы юношество не видело немалого примера суровости. А жалованная грамота дворянству торжественно провозглашала – телесные наказания да не коснется до благородного. Но идея целебной порки так еще сидела в головах людей, что сын царицы Павел на время вернул ее даже для дворян. Прорыв – 1863 год. Александр II показательно в день своего рождения запретил большую часть и самые вопиющие виды телесных наказаний. Первонаперво вне закона было поставлено клеймение, когда на лица преступников наносились позорящие надписи. А еще, дабы явить новый пример отеческой заботливости о благосостоянии армии и возвысить нравственный дух нижних чинов, в армии и флоте отменялись всевозможные плети, кошки, батаги. Для крестьян и солдат сохранялась еще розга, но и на нее повело наступление общества. Лев Толстой. Надо не переставая кричать, вопить о том, что такое применение дикого, переставшего уже употребляться для детей наказания, есть позор для всех тех, кто прямо или косвенно участвует в нем. В конце концов, ее розги суждено было кануть в небытие. В этот день, 29 апреля 1918 года, Германия, которая оккупировала почти всю территорию Украины, упразднила местную народную республику, которая ориентировалась на большевистскую власть. Зато появилась украинская держава, в обыве с Гетманом Скоропадским, но и это государство существовало недолго. 29 апреля 1918 года в Петрограде был основан Кинокомитет Союза Северных Коммун, переименованный в киностудию Ленфильм. 29 апреля 1935 года родился Андрей Залезняк, великий ученый-юнгист. В детстве ему сказали, что у него нет способности к языкам. Но несколько десятилетий спустя Андрей Залезняк знал более 40 языков. Причем в этом списке видное место занимали санскрит, древнепрусский, хетский, аккадский и некоторые другие вымиршие языки. А еще он обучал своих студентов науки быстрого постижения диалектов. Я давно обнаружил, что арабский язык можно изучить в течение семестра за 14 занятий. А можно задать на дом, чтобы выучили к вечеру. Результат лучше во втором случае. Но не это главное. Незлучайно говорят, что Андрей Залезняк заново переоткрыл русский язык, тщательно изучив его грамматику. Он доказал, что одиозная Виллисова книга – подделка. И убедительно показал подлинность слова о полку Игореве, скромно использовав научно-точную формулировку. Вероятность того, что произведение является подделкой, исчезающе мала. За работу о слове Залезняк получил гору престижных премий. Ну и, конечно, берестяные грамоты. С помощью берестяных грамот Залезняк начал разговаривать с людьми, которые жили 800-900 лет назад. И те смогли рассказать ему очень много о своей жизни и своем языке. А лекции о них были одним из самых увлекательных и посещаемых в стенах МГУ. Каждый год после окончания полевых работ. И так до последнего года жизни этого великого знатока слова. 29 апреля 2000 года Германия передала России фрагменты янтарной комнаты, похищенной немцами в годы Второй мировой войны из Егатерининского дворца в Кусте. Кабинет, полностью отделанный янтарем, пожелал иметь Фридрих I. Прусский король известен своей страстью к роскоши. Его сын Фридрих Вильгельм к предметам искусства относился с прохладой. А потом и без сожалений подарил янтарный шедевр Петру Великому. Янтарную комнату дополнили и доработали в царствовании Елизаветы и Екатерины Великой. Уже в 19 веке поэт Теофиль Готье пришел от нее в восторг. Глаз непривычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму от пылающего топаза до светло-лимонного. Увы, реликвия пала жадностью оккупантов. В Великую Отечественную ею поживились гитлеровские солдаты, неожиданно занявшие город Пушкин. Шесть тонн ее предметов разобрали всего за полтора дня, а потом отправили в Пруссию. Там она и сгинула в тумане войны. В конце 20 века в Германии обнаружили два фрагмента, комод и янтарную мозаику. Их-то и передали в 2000 году России. Остальное ищут. Таким был этот день, 29 апреля.